Приветствую Вас, Екатерина. Давайте разберем Ваш вопрос. Хочется разорвать эмоциональную привязанность, но общение прерывать на 100% не получится, так как у нас дети. Так вот, хочется это сделать по причине того, что я слишком много придаю значения человеку. Лишний раз всегда уделяю время ему, ведь мало ли, потом он не сможет найти его для меня. Не очень здесь понятно как бы смысл, но ладно. Не могу почти никогда говорить нет, волнуюсь всегда за него и почти всегда живу, и живу за него, живу его жизнью. Это полностью я считаю несправедливо и неоправданно. Как можно минимизировать? Обратить весь фокус на себя, есть какая-то литература, какие-либо техники рабочие. Как лучше вести себя по этапам? С чего начать? Не хочу быть человеком, который отдает больше, чем принимает, если вообще можно сказать, что есть какая-то отдача. Спасибо за понимание заранее, за Ваши ответы и помощь. Ну, если вот как-то реагировать на Ваш непосредственный вопрос, то хочется встречный вопрос задать. Почему не психотерапия? То есть, почему Вы рассматриваете в качестве помощи только, вот, ну, только литературу и техники? Вот. Причем, я так понимаю, что техники Вы хотите делать сами. Вот. Одно время, одно дело, если бы у Вас не было возможности проходить психотерапию, ну, тогда бы Вы, наверное, об этом написали бы. А так, как-то вот непонятно. Это первое. Второе. Ну вот, как бы смущает Ваш вопрос, точнее Ваше правило, «не хочу быть человеком, который отдает больше, чем получает». Тут дело не в том, кто отдает больше, а кто, а кто больше получает. Тут дело в том, как мне кажется, сколько я могу и хочу отдавать, да, а сколько я не хочу отдавать и как я, значит, соответственно реагирую на то, когда не хочу чего-то отдавать, например. Это, мне кажется, гораздо важнее, а не то, кто больше, кто меньше, поэтому тут вот тоже вы, как это не парадоксально, пытаетесь поменять один образ себя на другой, но при этом ни тот, ни другой не является настоящим, не является вами настоящим. Дальше, я думаю, я думаю, что наиболее приближенным ответом вот к вашему вопросу будет действительно обратить фокус внимания на себя. Вот только я сильно сомневаюсь, что у вас самой получится это сделать, я сильно сомневаюсь, что вы сами сможете обратить этот фокус внимания на себя. Почему? Потому что если бы вы могли это сделать, вы бы вряд ли оказались бы в принципе в такой ситуации. Вы же почему-то волнуетесь за человека, вы же почему-то, ну, словно говоря, живёте, как бы, ну, его жизнью, да, вы же почему-то в целом, в целом вот в такой ситуации оказались, я думаю, что это не случайно, я думаю, что у этого есть свои причины. И вот так просто взять и обратить фокус внимания на себя, нет, у вас, скорее всего, не получится. Если бы вы могли сделать это так, вы бы это сделали уже сами, сделали бы уже давно. А раз не получается, значит, значит, соответственно, есть какие-то факторы, которые блокируют вам данный, данный аспект. Поэтому очень важно, чтобы вы, как бы, обратили на это внимание. Очень важно, чтобы вы, ну, как бы, поиследовали себя, поиследовали момент, поиследовали историю, где вы себя-себя обесцениваете, где вы ставите другого человека выше, чем вы сами, вот. Это очень, на мой взгляд, важный момент, это очень, на мой взгляд, принципиальный момент, вот. И, соответственно, это вам нужно обратить, обратить свое внимание, как мне кажется, вот. 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 А. Такой. Аспект. Вот. Дальше. Значит. Вы пишите. Эмоциональная привязанность. Хочется разорвать. Смотрите. Эмоциональная привязанность, как правило. Эмоциональная привязанность, как правило, связана с определенными, точнее, потребностями. Вашим. Вот. И, соответственно, нужно обратить ваше внимание на то, чего именно вы ищите в этой потребности. Вот. Вот. Вот это точно. Я хотел вам сказать, что это что-то связано с вашими желаниями, с вашими потребностями, с чем-то, что вам очень хочется. И с чем-то, что вы пытаетесь привычным способом получить для себя. В частности, выстраивая вот такие отношения, которые у вас выстраиваются сейчас с вашим мужем. Ну, точнее, то, что это муж вы не пишете, но общие дети предположим покажут, что это муж или бывший муж. Вот, поэтому сначала нужно увидеть, как эта привязанность вообще у вас появляется. Каким образом эта привязанность вообще у вас образуется. И дальше уже, дальше. Смотреть. Что это у меня чувство. Что там. И так далее. Понимаете? Это вопрос исследования. Это вопрос психотерапии. Это вопрос того, как в целом вы обращаетесь со своей жизнью. А не вопрос того, что вот сейчас вы подберете технику, технику, и все у вас будет хорошо. Нет. Это так не работает. Поэтому привязанность не возникает просто так. Привязанность – это следствие ваших потребностей и желаний, которые вы привычным образом удовлетворяете или пытаетесь это сделать. И сами вы не замечаете, как это происходит. Скорее всего. Почему вам нужна именно помощь. Вот. Дальше. Вы говорите о том, чтобы эмоциональное привязанность прерывать. И это, конечно, хорошо. Но волей не волей. Вот на каждый вопрос. А зачем? И зачем ее прерывать? Просто чтобы быть человеком, который больше получает, чем отдает. Но зачем вам это? Опять же вопрос. Понимаете? То есть пока что вы даже для себя не очень видится. А для чего вам переставать тратить энергию на человека? Для чего вам переставать жить его жизнью? Кроме, ну, кроме разве что только потому, что вот это по вашему мнению является несправедливо. Это, конечно, несправедливо, но как мотивация для того, чтобы что-то в своей жизни менять, в том числе привычной, этого достаточно мало. Поэтому необходимо найти в вашей жизни что-то, что было бы важнее, чем этот человек. Для этого нужно учиться видеть важность себя. Вот. Учиться чувствовать и начать свою собственную важность. И учиться об этом говорить и это выражать. Вот. Дальше. Вы говорите, так, об этом, значит, так, слишком много предаёт отношение человеку. Вот какое это отношение, какое именно отношение вы предаётесь? Ну, для вас, значит. Так, вот, собственно, такое направление Екатерина. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь за помощью.